Добрый день, уважаемые студенты и наши возможные слушатели. Мы с вами рассматриваем писателей и поэтов русской литературы XX века, которые номинировались на Нобелевскую премию по литературе и могли стать или могли не стать лауреатами Нобелевской премии. Сегодня мы говорим с вами о человеке, который становится лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1987 году. Это, наверное, последний поэт русской литературы XX века, который и номинируется, и становится лауреатом по данному направлению Иосиф Бродский. По полной его имени Иосиф Александрович Бродский, он родился 25-4 мая 1940 года и умер 28 января 1996 года. В историю мировой литературы он входит как русский и американский поэт и публицист. Он родился в Ленинграде, в СССР в 1940 году и в итоге ему настоятельно советуют советские власти потом эмигрировать из Советского Союза. Это будет в 1972 году. И он с помощью ряда своих сторонников и людей, которые оказывают ему поддержку, он в итоге осядет в Соединенных Штатах Америки. Он преподавал в колледже Маунт-Хулиок и также в таких университетах, как Ель, Колумбийский, Кембриджский и Мичиганский. Он становится лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1987 году за всеобъемлющий автор с сопроникнутой ясностью мысли и поэтической силой. В 1991 году он становится особым поэтом в США. То есть это есть особый статус, который присваивает библиотека Конгресса США. Мы бы, наверное, сказали национальный поэт. То есть он также тем самым получает и поддержку не только во всем мире, но и уже выше, чем можно говорить вообще о поэте или писателе. Как скажет профессор МГУ Андрей Ранчин, Бродский – единственный современный русский поэт, чье творчество уже удостоено почетного звания канонизированного классиком. Литературная канонизация Бродского – явление исключительное. Ни один другой современный русский писатель не был отмечен как герой такого количества мемуарных текстов, ни у кого не было такого количества конференций, которые были бы посвящены его творчеству. Дэниел Мэрфи в своем фундаментальном труде «Христианство и современная европейская литература» включает Бродского в число самых влиятельных христианских поэтов XX века наряду с Элиотом, Осипом Мандельштамом, Анной Ахматовой, которая была наставницей Бродского какого-то время, Оденом, который спонсировал дело Бродского в США. Ирэн Стеклер первой категорически заявит, что Бродский был, несомненно, христианским поэтом. Однако перед этим, в июле 1972 года, накануне своей ссылки и после нее, Бродский в одном из интервью говорит, «Пока я связан с Ветхим Заветом, может быть, родословной и, конечно, духом справедливости, я считаю себя христианином плохим, но я стараюсь им быть». Современный русский поэт и соратник по акмеизму Виктор Кривулин сказал, что Бродский всегда ощущал свое еврейство как религиозное явление, несмотря на то, что в конце концов он христианский поэт. Иосиф Бродский, его Иосифом называют в честь Иосифа Виссарионовича Сталина, родился в еврейской семье советского уже происхождения в Ленинграде. Он был потомком известной древней раввинской семьи Шор, и его прямым потомком по мужской линии был Иосиф Бен Исаакбе Хоршор. Это очень известный средневековый философ и раввин. Его отец Александр Бродский был профессиональным фотографом, а мать Мария Вольперт-Бродская работала профессиональным переводчиком, и ее работа часто помогала содержать всю семью. Дело в том, что в Советском Союзе существовала особая пятая графа. Если вас подробнее заинтересует, вы можете тоже изучить этот вопрос самостоятельно. И вот Бродские жили в коммуналках и были маргинализованы своим еврейским статусом. В раннем детстве Бродский пережил блокаду Ленинграда, где он и его родители чуть не умерли от голода. На его глазах одна из его близких родственниц умирает от голода. Позже он страдал от различных проблем со здоровьем. Он умер всего лишь в возрасте 55 лет. И эти проблемы со здоровьем частично были вызваны осадой или блокадой Ленинграда. Бродский позже заметит, что многие из его учителей были антисемитами, и что он с раннего возраста чувствовал себя диссидентом. Он отмечал, что он начал презирать Ленина, даже когда учился в первом классе, не столько из-за его политической философии или практики, сколько из-за его вездесущих образов. Когда он был молодым студентом, он был непослушным ребенком, и люди, которые оставили свои воспоминания о раннем возрасте Бродского и ранней молодости, они больше всего описывают, что он был непослушным. В 15 лет Бродский бросил школу, и он безуспешно пытается поступить в школу подводников. Он работал фрезеровщиком, а позже он решил стать врачом и работал в морге Крестовской тюрьмы, где разрезал и зашивал трупы. Впоследствии он много кочевал по различным профессиям. Он работал в больницах, корабельной, котельной, был в геологических экспедициях. Параллельно он всегда занимался программой самообразования. Он выучил польский язык для того, чтобы переводить произведения польских поэтов, например, таких как Чеслов Милош. И также он выучил английский для того, чтобы он мог перевести Джона Донна. По пути своего самообразования он изучает и классическую философию, и религию, и мифологию, и также ему очень интересна английско-американская поэзия. В 1955 году Бродский начинает писать собственные стихи и делать художественные переводы. Он распространял их тайно, и некоторые из них были опубликованы в подпольном журнале «Синтаксис». Его произведения были аполитичны. К 1958 году он уже был известен в литературных кругах своими стихами «Еврейское кладбище под Ленинградом» и «Пилигримы». На вопрос, когда его впервые потянуло к поэзии, он вспомнит. В 1959 году в Якутске, гуляя по этому страшному городу, я зашел в книжный магазин. Прихватил экземпляр стихов Боротынского. Читать мне было нечего. Вот я и прочитал эту книгу и наконец-то понял, чем мне предстоит заниматься в жизни. Или, по крайней мере, сильно увлекся. Так что, в каком-то смысле, Евгений Абрамович Боротынский вроде как ответственный, имеется в виду за то, что он стал в итоге поэтом. Его приятельница Людмила Штерн вспомнит о работе с Бросским на ирригационном проекте. В его геологический период он работал помощником геолога. Мы носились по Ленинградской области, осматривая километры каналов, проверяя их насыпи, что выглядело ужасно. Они падали, разваливались, в них росли какие-то странные штуки. Однако, именно в этих поездках мне посчастливилось услышать стихи «Горы и скачешь во тьме». Бродский читал мне их вслух между вагонами, когда мы шли в сторону Тихлина. В 1960 году молодой Бродский познакомился с Анной Ахматовой, которая, конечно, в оправу считалась одной из ведущих поэтов Серебряного века. Она поощряет его работу и становится его наставником. В 1962 году в Ленинграде Анна Ахматова познакомила Бродского с художницей Мариной Бесмановой. Она была из той самой творческой среды, и семья Ахматовой рисовали портрет Ахматовой. Марина Басманова и Бродский начинают более близкие отношения, но тогда близкий друг поэт Дмитрий Бобушев был влюблен в Басманову. И как только Бобушев стал открыто тоже ухаживать за Басмановой, тут же власти стали и преследовать Бродского. И считается, что именно Бобушев стал ответственным за то, что на Бродского начинаются гонения. И в итоге все, что произойдет с Бродским, происходит не без ответственности Бобушева. Бродский посвящает Марине Басмановой множество любовных стихов. В 1963 году поэзия Бродского была названа в одной из ленинградских газет порнографической и антисоветской. У него конфискуют документы и его архивы, его допрашивают, дважды помещают в психиатрическую больницу и арестовывают. Советские власти обвиняют его в социальном туньянстве на суде в 1964 году, считая, что его ряд случайных заработков и его роль поэта не были достаточным вкладом в общество. Его называют псевдопоэтом в вельветовых штанах, который не выполняет своего конституционного долга, честно трудится на благо Родины. Широко известна история, когда судья первой инстанции спрашивают у Бродского, кто признал вас поэтом, кто зачислил вас в ряды поэтов. Никто отвечает Бродский, а кто зачислил меня в ряды рода человеческого. За свое тунеясство Бродский в итоге был приговорен к пяти годам каторжных работ и он отсидел 18 месяцев на хуторе в станице Норинской Архангельской области в около 400 километрах от Ленинграда. Он снимает свой собственный небольшой дом и хотя в нем не было водопровода и центрального отопления, он имеет собственное личное пространство, что считалось в то время большой роскошью. Среди прочих к Бродскому приезжают Басманова, Бобушева и мать Бродского. Он пишет произведения на своей пишущей машинке, рубит дрова, возит навоз, а по ночам читает антологии американской и английской поэзии, в том числе Одена и Роберта Фроста. Близкий друг и биограф Бродского Лев Лосев позже напишет, хотя заключения в психиатрической больнице и суд были для Бродского ужасными переживаниями, 18 месяцев в Арктике были одними из лучших периодов его жизни. Наставница Бродского Анна Ахматова потом скажет, что КГБ поступает очень недальновидно, какую биографию сочиняют для нашего рыжего друга, как будто он специально нанял их для этого. Приговор Бродского был смягчен в 1965 году после протестов видных советских и зарубежных деятелей культуры, в том числе среди тех, кто выступает за кандидатуру Бродского. Это Евгений Ихтушенко, Дмитрий Шостакович и Жан-Поль Сартер, а также Анна Ахматова. Из-за этого Бродский становится знаменитостью и на Западе, поскольку из СССР тайно вывозят протоколы судебных заседаний, и все это сделает его символом художественного сопротивления в тоталитарном обществе, так же, как и его наставница Анна Ахматова. 8 октября 1967 года у Бродского и Марины Басмановой родится сын Андрей, и Басманова разорвет отношения с Бродским. Он, сын, был зарегистрирован под фамилией Басмановой, потому что сам Бродский не хотел того, чтобы сын страдал от политических нападок, которые терпел сам Иосиф Бродский. Марине Басмановой все это время угрожают советские власти, ей не разрешают выйти замуж за Бродского или присоединиться к нему, когда он в итоге был выслан из СССР. После рождения сына Бродский продолжает посвящать Басмановой любовные стихи. Из ссылки он возвращается в Ленинград в декабре 1965 года и продолжает писать в течение следующих семи лет. Многие из его работ были переведены на немецкий, французский и английский языки и опубликованы за рубежом. В 1965 году Interlanguage Leadership Association публикует стихи Бродского. Далее в Лондоне в 1967 году издательство Longmans Green публикует тоже ряд произведений Бродского. А в 1970 году остановка в пустыне выходит в издательстве Чехов Паблишен в Нью-Йорке. В этот период только четыре стихотворения были опубликованы в ленинградских антологиях Бродского. Но большая часть его произведений распространяется за пределами СССР. А если она распространяется в СССР, то она распространяется тайно через сам издательство. И это происходит до 1987 года. Он, Иосиф Бродский, оказывается преследуемым за свои стихи. И еврейское происхождение ему отказывают в разрешениях на поездки и выезд. В 1972 году Бродского рассматривают снова на предмет ссылки. И власти консультируются с известным в то время экспертом по психическому здоровью Андреем Снежневским. Он был ключевым сторонником пресловутого псевтомедицинского диагноза параноидальный реформистский бред. Этот политический инструмент позволял государству запирать инакомыслящих психиатрические учреждения на неопределенный срок. Не осматривая его личность, Снежневский диагностировал у Бродского вяло-прогрессирующую шизофрению, сделав вывод о том, что он вообще неценный человек и может быть отпущен. В 1971 году Бродского дважды приглашают мигрировать в Израиль. При вызове в Министерство внутренних дел в 1972 году и на вопрос, почему он не принимает предложение об иммиграции в Израиль, он заявляет, что он желает остаться в СССР. В течение 10 дней официальные лица ворвутся в его квартиру, заберут ряд документов и архивов. 4 июня 1972 года его посадили на самолет в Вену и отправили в Австрию. Он больше никогда не возвращался в Россию и он больше никогда не увидит Басманову. Позже Бродский скажет, страшный суд, есть страшный суд, но человек, проживший свою жизнь в России, должен быть без всяких колебаний помещен в рай. В Австрии он встречает Карла Рея Профера и Удена, которые способствуют переезду Бродского в Соединенные Штаты и окажут положительное влияние на развитие его карьеры на Западе. Профер из Мичиганского университета и один из своих учредителей Эрдис Паблишер с этого момента становится русским издателем Бродского. Вспоминая свое приземление в Вене, Бродский скажет, я знал, что покидаю свою страну навсегда, но куда я понятия не имел. Одно было совершенно ясно, я не хотел ехать в Израиль. Я даже не верил, что меня отпустят. Я никогда не верил, что меня посадят в самолет. Когда они сделали, я не знал, полетит ли самолет на восток или на запад. Я не хотел, чтобы меня преследовали остатки Советской службы безопасности в Англии. Так я приехал в Штаты. Хотя, когда эссы распался, Бродского приглашают приехать на родину, но Бродский так в итоге и не вернулся в свою страну, которая когда-то высылает его. После непродолжительного пребывания в Вене Бродский поселился в Анарборе, и ему помогают Оден и Профер, и он на год становится поэтом-резидентом Мичиганского университета. Позже, в 1973-1974 годах, он будет приглашенным профессором в Куинс колледже. Затем он преподает в СМИД колледже, Колумбийском университете и Кемриджском университете. А затем, в 1974-1980 годы, он возвращается в университет Мичигана. Он был профессором литературы Андрею Милона и профессором литературы пяти колледжей в колледже Маунт-Холио, куда его приводит поэт и историк Питер Вирик. В 1978 году Бродскому присуждена почетная степень доктора литературы Ельского университета. 23 мая 1979 года он был применен в члены Американской академии Института искусств и литературы. Он переехал в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк в 1980 году и в 1985 году получает награду гений фонда Джона и Кэтрин Макартуров. Он также был лауреатом премии Международного центра в Нью-Йорке за выдающиеся достижения. В 1986 году его сборник «Меньше одного» получает национальную премию книжных критиков за критику, а университет Оксфорда присваивает ему звание почетного доктора литературы. В 1987 году он становится пятым писателем русского происхождения, который получает Нобелевскую премию по литературе. В интервью его спросили «Вы гражданин Америки, который получает премию за русскоязычную поэзию? Кто вы, американец или русский?» «Я еврей, русский поэт, английский публицист и, конечно же, гражданин США», – так ответит Бродский. Академия Нобелевская заявляет, что присуждают ему премию за всеобъемлющее авторство, проникнуто ясностью мысли и поэтической интенсивностью. Также называют его произведения богатыми, чрезвычайно жизненными, которые характеризуются большой широтой во времени и пространстве. Это был большой шаг для меня и маленький шаг для человечества. Так отреагирует в иронической форме Бродский. В 1971 году Бродский становится поэтом лауреатом США. Я чуть ранее сказала о том, что это за звание. С этого момента у Бродского появляется неограниченный интерес к американской жизни, который есть у иммигрантов. Один из библиотекарей библиотеки Конгресса скажет, что это напоминание о том, что большая часть американского творчества исходит от людей, которые не родились в Америке. Когда он номинируется на Нобелевскую премию и получает ее каждый человек, кто становится лауреатом, он публикует и выступает с особой речью. И вот его речь была опубликована в Poetry Review, и он получает почетную степень Селесского университета в Польше и становится почетным членом Международной академии наук. В 1995 году Глеб Успенский, который в то время был старшим редактором российского издательства «Вагриус», бросит Бродского приехать в Россию, но Бродский не смог согласиться. Последние 10 лет своей жизни Бродский находится под значительным давлением со стороны тех, кто считает, что он создал огромное состояние для себя. Он был очень уважаемым профессором, был в хороших отношениях с руководителями множества крупных издательств и был связан со значительными деятелями американской литературной жизни. Его приятельница Людмила Штерн пишет, что многие русские интеллектуалы, как в России, так и в Америке, считали его влияние безграничным, что его кивок мог обеспечить им издательский контракт, должность преподавателя или стипендию, чтобы в его возможностях было обеспечить им блестящую карьеру. Рука помощи Бродского или отказ в просьбе о помощи могли вызвать бурю в русских литературных кругах. Как считает Людмила Штерн, временами это становилось очень личным. В 1990 году, когда Бродский преподает литературу во Франции, он женился на своей студентке Марии Сацани. У нее было русско-итальянское происхождение. И в 1993 году у них родилась дочь Анна Бродская. Марина Басманова жила в страхе перед советской властью до распада СССР в 1991 году. Только после этого их сыну Андрею Басманову разрешат приехать к отцу в Нью-Йорк. В 1990-х Бродский приглашает Андрея навестить его в Нью-Йорке на три месяца. И они поддерживают отношения вплоть до самой смерти Бродского. В 1990-х годах Андрей женился. И у него есть трое детей, которые Бродский признает и поддерживает как своих внуков. Все потомки Бродского по линии Марины Басмановой, Андрей и его внуки, живут в Санкт-Петербурге. А Андрей будет читать стихи своего отца в документальном фильме об Иосифе Бродском. В этом фильме использованы стихи Бродского, которые посвящены Марии Басмановой и написаны в период 1961 по 1982 годы. Различные осложнения со здоровьем, конечно, сказались и на продолжительность жизни Бродского. У него несколько раз была операция на сердце. И в итоге он умер от сердечного приступа в возрасте 55 лет. В своей квартире в Бруклин-Хайтс, в районе Бруклина. И это случится 28 января 1996 года. У него было также две операции шунтирования. И, в принципе, он всегда не отличался особым здоровьем. В 2013 году по инициативе известного итальянского журналиста Массима Дзивели была учреждена премия имени Иосифа Бродского, которая называется «Бродский на иске». Дзивели, который в юные годы был знаком с Бродским, считается признанным знатоком русской литературы, поэзии, театра и кино. Премия имени Бродского вручается ежегодно известным российским писателям, журналистам и деятелям культуры в Италии на острове Иске, где когда-то бывал и сам Иосиф Бродский и посвятил этому острову поэму. Лауреатами премии имени Бродского в разные годы становились Тамара Синяцкая, Василий Лановой, Ирина Купченко, поэт-песенник Олег Митяев, композитор Леонид Марголин и другие. Под раскидистым вязом, шепчущим чещеще, превращаю эту кофейню в нигде вообще место, как всякое дерево, будь то вяз или ольха, ибо зелень переживает вас. Я иначе никто, всичеловек, один из подсохший мазок в одной из живых картин, которые пишет время, макая кисти за неимением, верно, лучшие палитры в жесть. Сижу, шелестя газеты, раздумывая, с какой натуры все это списано, чей покой, безымяность, безадресность, форму небытия мы повторяем в летних сумерках. Вяз и я. В принципе, творчество Бродского и биография Бродского продолжают вызывать интерес у различных деятелей культуры и искусства. Есть ряд экранизаций, посвященные творчеству и биографии Бродского. Уже в 21 веке, в 2018 году, выходит фильм «Довлатов», где Иосиф Бродский является одним из главных героев. Действие фильма происходит в 1971 году, и события связаны с периодом незадолго до эмиграции Бродского. Уже в 2022 году выходит документальный фильм, который называется «Иосиф Бродский. Поэт империи». Его автор – Егор Холмогоров, Алексей Ларкин и режиссер – Каролина Кириченко. Уже мы студенты и наши возможные слушатели. Тема, связанная с номинантами на Нобелевскую премию по литературе и именно русской литературе, это очень сложная и неоднозначная тема. Дело в том, что, наверное, никакая премия не может быть полностью объективной или полностью необъективной. Тем более, что Нобелевскую премию по литературе часто привлекают в том, что она становится инструментом политического влияния или политического какого-то управления сознанием и так далее. Так ли задумывал когда-то Альфред Нобель, так ли он видел вручение премии по литературе – это очень большой вопрос. Сама его формулировка тоже вызывает до сих пор многочисленные споры и экспертизы. Нобелевская премия по литературе остается одним из самых скандальных направлений в мировой политике и, конечно, в мировом искусстве. Сегодня наша последняя лекция по данному циклу, но на самом деле эта тема более обширна, чем те лекции, которые мы представили вашему вниманию. Дело в том, что сложная социально-политическая история XX века в разные годы и в разные эпохи могла включать в себя различные территории. Например, в 1905 году лауреатом Нобелевской премии по литературе становится Генрих Сенкевич. Это автор вообще польский, но в то время Польша относилась частично к Российской империи и, в принципе, по территориальному признаку его тоже можно было бы считать российским автором. Он получает Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в области эпоса. Я надеюсь, что вы знаете ряд его произведений и экранизации по его произведениям, например, «Огнем и мечом». В 1924 году лауреатом Нобелевской премии по литературе становится Владислав Реймонд за выдающийся национальный эпос «Роман мужики». Этот человек тоже родился на территории Российской империи. В 1939 году лауреатом Нобелевской премии становится Франц Эмиль Силан Пиа за глубокое проникновение в жизнь финских крестьян и превосходное описание их обычаев и связи с природой. Он тоже когда-то родился на территории Российской империи. В 1978 году лауреатом Нобелевской премии по литературе становится Исаак Башевис Зингер за эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вечные вопросы. Но этот человек тоже, хотя и считается еврейским поэтом, родился в СССР. В 1980 году лауреатом Нобелевской премии по литературе становится Чеслов Милош с бесстрашным ясновидением, показавший незащищенность человека в мире раздираемым конфликтами. В разное время номинантами по литературе становятся люди, которые родились на территории СССР, например, ряд эстонских авторов. Поэтому эта тема не настолько однозначна, как может показаться на первый взгляд. 20 век в принципе очень сложный и очень противоречивый. Будет ли 21 век другим, это покажет только время. Мы закончили наш курс лекций, который посвящен был русским писателям 20 века, которые номинировались на Нобелевскую премию по литературе. И несколько слов я также должна сказать, выразив свою благодарность команде, которая сделала этот курс доступным для вашего просмотра. Кирилл Кумнев, это видеооператор, который бессменно обеспечивал съемку видеолекций. Дарья Рябищенко, это человек, который обеспечивал монтаж и размещение на YouTube-канале. И Наталья Машинская под техническим руководством, который осуществлялся весь проект. Наш курс лекций записан в Казахстанском американском свободном университете. И благодаря данному университету он стал доступным для всех своих слушателей. А сейчас спасибо за внимание.